Здравствуйте, сегодня у нас будет обзор на моё домашнее животное. Относится оно к классу собак. Это модель мопсы. Данная модель в эксплуатации у нас находится с 2016 года. Приобретали мы её у официального дилера. У нас есть на неё технический паспорт. Ну и в паспорте он, собственно, так и записан. Мой шаг. Ну тут различные ТО, которые он прошел и так далее. Аху, тебе плохо-то? Давай, скачивай игру! Заходи играть. Время эксплуатации я понял, что у мопсы становится чёрное пузо. Да, это был очень неожиданный момент. Притом, с каждым годом это пузо становится всё чернее и чернее. Более того, модель... 500 рублей за проезд? Аху, хути! Ты что на себя гудалинно мажал, а? Ты что, не уважаешь? У данной модели есть и достоинства, есть, конечно же, и недостатки, как абсолютно у всего. Предлагаю начать и давайте всё-таки начнём с позитивного. То, насколько это крутой пёс, особенно сильно понимается, если у тебя дома есть кошка или уж тем более кот. Вот, мопс, в отличие от кота, он тебя действительно любит. Он не пытается тебя как-то эксплуатировать. Он просто любит тебя, потому что ты есть его хозяин. И этого ему достаточно. Он всегда к тебе приходит, когда ты приходишь домой. Просто невозможно прийти домой, чтобы он не проснулся и не подбежал, не начал вилять хвостом, напрыгивать на тебя. Как будто он тебя 20 лет не видел, как ты на 20 лет вышел в магазин. Мопсы безумно преданные. Они безумно нежные, они безумно ласковые. В этом отношении это просто идеальная собака. Это получается мой кот, а позывной у него чиба. Алло, блядь, завершить. Начнем с того, что этому коту плевать абсолютно на всех и все. Я сейчас говорю громко перед камерой, он на меня даже не обращает внимания. Я пришел домой, у меня не было 8 месяцев, ему абсолютно плевать, ему плевать на всех. Единственный способ у любого члена нашей семьи хоть немножко расположить его вниманием, это просто позвать... Ну не знаю, видимо, зависит от котов, потому что вот Буба, она не такая. Вот мы были в Лос-Анджелесе, вернулись, она... Когда увидела, что мы вернулись, она начала мяукать, подошла, сразу такая, ну, обрадовалась, прибежала, как бы. Вот, поэтому, не знаю, не знаю, видимо, зависит от животного. Вот это похуист. А у нас нет. Так, а что дальше делать? Из любой точки дома, он к тебе не подойдет, он к тебе идет только... Свои локи тролли, да, вроде, все квесты выполнил, а что мне делать-то еще? Ты сейчас будешь жрать, да? Что за хуйня, у меня квесты, блядь, закончились в игре, пиздец. Мы его редко кормим такими мокрыми кормами, в основном он ест что-то домашнее, там каши... Да, мопс. Мопс идет к тебе абсолютно всегда. Да, что делать-то дальше? У эльфов кестов хватает. А как к эльфам попасть? А где мини-игры, я помню, были? Я что-то, блядь, потерялся, раньше было... Как нет? Мини-игры пока закрыты. Пэзда. Так, блядь, а что мне делать-то? Я что-то не понял. А как к эльфам пойти, я не буду. Где они? Он обжирает людей, он всех обжирает. Он может жрать просто бесконечно. Огримар? Итак, теперь по топливу, чем заправляется данная модель. Ну, на самом деле, мопсы едят абсолютно практически все, то, что ест человек. ТП в Огримар, а как? Едят вареники, ему дают пару вареников. Опять идти за мной? Едим картошку, ему даем картошку. Ну, давай с тобой следовать. Он, в принципе, ест все то, что есть у нас на столе, за исключением каких-то очень пикантных продуктов, чтобы у него не было аллергической реакции или вот типа того. В целом, он неприхотливый в этом смысле. О, ты мой, пупсик, пупсик. Говоря про интерактивную систему данной модели, могу сказать, что она недостаточно функциональна. Проще говоря, мопсы не самые умные собаки в мире. И тут важно уточнить, что, говоря, не самые умные собаки в мире, это не значит, что он чудовищно тупой. Что вот, ну вот просто тупее плинтуса. Нет, просто мопсы не самые умные. Камни ТП в смысле? У меня камень вернет вообще непонятно куда. А в чем заключается эта тупость? В самое начало игры. Кстати, Буба на имя отзывается. Буба знает слово кушать. И когда говоришь кушать, он сразу скажет, о, жрать и идет к своему месту, где еда. Сделать свое грязное дело и видит, что подходит кто-то из нас, он сразу же убегает и начинает рычать. Потому что понимает, он понимает, что сейчас на него будут кричать. То есть он понимает, что он делает что-то не так, но он все равно это делает. Зачем ты срешь на кровать? Ему стыдно. Вот. Он очень сложный, не подающийся дрессировке пес. Нет, я понимаю, что вы сейчас на ютубе найдете мопсы, которые алкогит читает. Убирает комнаты, машину заправляет и так далее, но в основном они такие. В любом случае мы его и так любим. Он сегодня какой-то грустный, возможно, из-за погоды пасмурно. За окном rain, на душе pain. Ну а вообще, а какой смысл в том, чтобы собака тебе давала лапу? Ну вот какой принципиальный в этом смысл? Для чего это делают? Любая дрессировка, так или иначе, это насилие. И не обязательно использовать плетку для насилия. Просто заставлять что-то делать за еду и так далее. Это тоже в какой-то степени насилие. Чтобы пес понимал ценность еды. Ребенок насилия невидавший. В любом случае, все эти нюансы дрессировки... Насилие невидавший, но грусть ничего там, пиздец. Ну ты получаешь просто шикарного друга, который с тобой абсолютно везде. Он не может спать сам. Он всегда лезет к тебе на кровать. Это круто, прикольно. Следующий недостаток это выбросы мопса. Я сейчас говорю не про то, что вы подумали, а про шерсть. Если после этого видео вы захотели себе приобрести мопса, подумайте тысячу раз. Готовы ли вы убирать квартиру каждый, я не преувеличиваю, день? От мопсов безумно много шерсти. Как бы ты их не вычесывал, как бы ты их не расчесывал, всегда будет шерсть абсолютно везде. Ты просто так берешь, и вот у тебя уже шерсть. А я еле до него дотронулся. Он постоянно линяет. Постоянно надо убирать все поверхности. Если у тебя есть мопс, тебе необходимо купить сразу вместе с ним целый контейнер таких роликов. Потому что у меня кот так не линяет, а кот длинношерстный, такой белый, пушистый, даже с ним меньше проблем, чем с мопсом. Если вы ходите в черной одежде, я, например, хожу, то все будут знать, что у вас мопс. Убирать дирижабли. Постоянно. Ой, блядь, сложно. Я только что две минуты подержал его на своих руках. Я весь уже в шерсти. Я две минуты его только подержал. Короче, понятно с этим мопсом все. И что дальше? Субтитры сделал DimaTorzok